Неприличные вопросы и вы ходите на пенсию в 64 или в 65 во Франции, дамы. Мы очень надеемся, что вне зависимости от того, какие будут предпочтения, отношения между нашими странами будут развиваться дальше. Мы надеемся, что вот те сложности, недопонимания будут уходить. Ну а мы, как профессора, как деятели образования, студенты, будем этому способствовать. Уважаемые коллеги, если позвольте, буквально на один-два вопроса господину Каши, или сразу. Ну, знаете, все-таки один вопрос, Валентина и Тигран, два вопроса. А пока те, кто подошли, рассаживайтесь, мы этот шум несколько потерпим. Проходите, кто зашел, и спокойно присаживайтесь. Валентина. Меня зовут Валентина Коммерова, я рекомендую, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. По ходу вашего выступления у меня возникло три вопроса, простите. У вас один. Три, ну три, а не два, простите. Господин, поскольку он быстро ответит. Электоральная социология во Франции, на мой взгляд, считается одной из самых интересных и самой лучшим. Вы очень подробно все изучаете, это как доктор социологических наук. Есть ли какая-то корреляция между результатами голосования во Франции и политической принадлежностью мэров городов, у которых велось голосование? Чего-чего? Есть ли результаты каких-то исследований о корреляциях, то есть о связи результатов голосования и политической принадлежности мэров городов? Ой, я поясню. Короче, как используется административный ресурс, когда мэр города давит на свое население, и они доблестно голосуют за того, кому нравится мэр. Да, просто... Второй вопрос. Вы сказали о разрушировании и о некотрансформации современной политической системы во Франции. Есть ли уже какие-то прогнозы, как закончится выбор воиня? И третий вопрос. Технологический. Выборы во Франции показали всему миру использование очень интересных технологий. Голограмма Меланшона, конечно, удивила всех. Сначала было два митинга одновременно, потом семь митингов одновременно с помощью использования голограмм. Раньше только на шоу позволяли себе некоторые американские группы. Трансляция митингов очень интересная была. Было очень много новых технологических находок. В том числе, как специалист в этой сфере, была использована технология сегментации электората не по классическим признакам социологическим, по возрасту работы, территории, а по их характеристикам, которые они проявляли в социальных сетях. Некоторые специалисты считают, что Марин Липен во многом проиграла, потому что ее электорат не в социальных сетях, и она очень плохо работала с социальными сетями. В этой связи одна из авторитетных, но тихих, незаметных компаний Cambridge Analytic, которая занимается сбором Big Data и использованием нашей информации, которую мы оставляем в социальных сетях, заявила, что ей пришло предложение от одного из участников этой электоральной кампании поучаствовать в выборах во Франции. И они обещают много сюрпризов в этой связи. Вот у меня три вопроса, что вы скажете в последнее, и ответ на два, три вопроса. Спасибо. Да, да, нет. Спасибо. L'élection du maire ou l'élection du conseil municipal, ce qu'on appelle les élections municipales, n'obéissent pas aux mêmes règles de comportement ou d'action politique que des élections comme les élections présidentielles ou législatives. Il y a des intérêts locaux, il y a des réseaux locaux qui interviennent beaucoup plus dans le choix des conseils municipaux qu'évidemment sur des enjeux nationaux. Et alors la question porte sur finalement à l'influence des élus locaux sur le scrutin, c'est ça ? Alors, je peux répondre sur le Front National, oui. Il est évident qu'il ne peut y avoir qu'une influence. Pourquoi ? Parce qu'il y a, depuis la naissance du Front National, l'idée qu'il faut que le Front National soit exclu. Il y a ce qu'on appelle, certains parlent du plafond de verre, du mur, etc. À droite comme à gauche, mais surtout à droite, l'idée que le Front National puisse pénétrer la vie normale de la vie politique française est une vraie menace dans cette logique bipartisane que l'on essaie d'établir depuis 20 ans. Donc il est certain que le Front National comme objet politique est par nature et par la volonté aussi des autres, une quasi unanimité des autres mouvements, qui est de l'écarter. Donc toute responsable politique va faire tout ce qui est possible légalement, on peut l'espérer, pour justement contenir le Front National dans un segment qui ne lui permet pas d'intégrer les structures politiques traditionnelles. Mais on voit quand même que ça devient de plus en plus difficile. Et le président Macron, avec le projet de réforme notamment des élections législatives, devrait voir que plus de députés du Front National. Sur les réseaux sociaux. Oui, il est évident que cette campagne a permis de voir une nouvelle place, a donné une nouvelle place aux réseaux sociaux. Je prends par exemple M. Mélenchon. M. Mélenchon a utilisé YouTube, donc ses plateformes libres d'accès, pour très largement diffuser ses messages. Il a même pu utiliser YouTube et d'autres candidats l'ont fait également, ce qui permettait d'avoir des temps de parole qui n'étaient pas comptés à la télévision. Parce que vous savez qu'à la télévision, il y avait un chronomètre pour régler le temps de parole. Et l'utilisation évidemment des réseaux sociaux et notamment des citoyens de technologie permettent de gagner, bien entendu. Alors est-ce que c'est un effet, est-ce que certains vont mieux utiliser que d'autres ? Prenons le Front National, honnêtement je ne sais pas, je ne peux pas répondre de façon précise. Mais quand on voit le succès auprès des jeunes, notamment la génération des trentenaires du Front National, j'ai du mal à imaginer que les réseaux sociaux n'y soient pas pour rien. Donc je pense quand même que le Front National a su très largement utiliser les réseaux sociaux, parce qu'il a rencontré à un moment donné un public qui est amateur de réseaux sociaux. Je reparle d'autant plus que moi je ne les utilise pratiquement pas. Il y a eu une deuxième question mais je l'ai oubliée. Non, moi n'ai pas dit de lignée, donc... Donc... D. Antonitch, quand vous avez une question, c'est tout. D. Antonitch, c'est tout. Ce gouvernement prépare des élections, sachant que vraisemblablement, en fonction du résultat des prochaines élections, ce gouvernement sera soit changé, soit remanié, soit en continuité. Ça, on ne peut pas le dire. Comme politiste, ce qui est intéressant, c'est quand même que ce gouvernement choisit délibérément de représenter des valeurs ou des personnes du centre politique. Et ça, dans la Ve République, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la Ve République a fait disparaître politiquement le centre comme grosse, grande force politique. On voit quelqu'un comme M. Beyrou, quelqu'un comme M. Collomb, qui sont des modérés de gauche ou des modérés de droite. Là, la question ne se pose pas comme ça. Mais dans un même gouvernement, on voit bien que l'idée est d'essayer de créer au centre de légitimité politique, au centre du demi-camembert, comme on représente toujours les forces petites françaises, de créer un espace sur lequel pourrait s'appuyer le nouveau chef de l'État. Et ainsi, véritablement, de faire disparaître ce système bipartisan qui a eu tant de mal à naître. Problème, évidemment, après législative, sur quoi va-t-on fonder une majorité ? Une majorité au centre ne sera jamais une majorité absolue. Et donc, on reviendrait à ce que nous avons connu sous la IVe République. Je ne parle pas d'instabilité, ça, ce n'est pas ça. La IVe République formait des majorités autour de questions, autour de projets. Et on n'était pas dans cette majorité de la scène république. On était majoritaire parce qu'on partageait les mêmes idées. Les socialistes, officiellement, partagent les mêmes idées. Les gaullistes partagent officiellement les mêmes idées. Bon, le système fonctionné est comme cela. Là, il faudra trouver des majorités sur chacune des questions. Ça sera un autre exercice politique, beaucoup plus compliqué, évidemment, que quand on a une chambre de majorité monocolore. C'est la principale chose pour notre établissement. Je ne sais pas, il ne sait pas le déjeuner la chose pour cette question, ou n'est pas, le déjeuner la question. C'est le déjeuner de nos partagent, d'un collègue, avec lamannère de nos partagent, qui nous связent et les programmes. Et le présente, qui nous existent dans les programmes, qui nous étions en ces programmes, qui nous... ... ... ... ... ... ... высшего образования и научных исследований Французской Республики. Я, честно говоря, написал ректору, когда узнал эту информацию, такую записку. Ну, то, что министр образования Российской Федерации работает у нас в институте, это нас всегда очень радует. Ну, а то, что министр образования Французской Республики сотрудничает с нами в научных проектах. Она члены от коллегии журнала. И члены от коллегии журнала, которую возглавляет Татьяна Семеновна. Ну, в общем, с одной стороны, мы, конечно, пользуясь случаем поздравляем Госпожу Видали с назначением. И все-таки надеемся... Ну, знаете, как я всем говорю, вот у нас очень многие наши сотрудники, коллеги их назначают министрами, а я им всегда и министрами, замами, они ходят в аппарат. Я говорю, я надеюсь, все вернется на свои круги, и вы к нам вернетесь. Поэтому я всегда, те, кто уходит от медицинской работы, говорю, мы всегда ждем вас в университетских аудиториях. Потому что сейчас очень хороший тоже момент, и вот с этой университетской, я думаю, со мной согласится наш следующий выступающий господин Антуан Брюне, что административные должности это хорошо, звание это замечательно, бизнес это очень привлекательно, но каждый из нас хочет что-то сказать, что-то сделать, что-то изучить. И я извиняюсь за то, что были небольшие такие накладки и движения, все-таки большое мероприятие, и есть определенные сложности. Спасибо за понимание. Но, если угодно, я был в предвкушении вашего выступления по двух причинам. Потому что знаю вас как одного из ведущих экономистов, исследователей, и очень надеюсь на такую интересную, привлекательную, даже где-то провокационное выступление. Тем более, что у нас есть своя рода традиция. Ежегодно на вот этих мероприятиях, мы проводим как-то вот в мае, посвященном сотрудничестве с нашими французскими коллегами, испанскими коллегами, французские коллеги говорят о сотрудничестве с Китаем. И вот китайская тема, это видно то, что нас объединяет русских и французов. Испанцы они как-то еще дальше, а вот русских и французов очень объединяет китайская тема. Нас, к сожалению, легчастью больше, потому что мы с Китаем граничим, а вы должны быть так благодарны. Благодаря нам вы не граничите с Китаем. На этой теме я хочу предоставить слово господину Брюне. Вот так посмотрим, это как наказание и милость Божья, что мы граничим с Китайской республикой. Пожалуйста, господин Брюне. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok